Вы нам обещали в прошлой части программы рассказать вкратце хотя бы про Амурсталик. Как съездили, что вы сейчас смотрели, к чему пришли? Значит, мы сегодня съездили на Амурсталь. Говорю быстро, чтобы было понятно. Когда в 2016 году я заехал на Амурсталь, значит, это было депрессивное предприятие. Все стояло, ничего не работало. Собрали людей в зале. Я выступал перед людьми, я тогда баллотировался по одномодатному округу по 70-му. И у людей был один вопрос, один единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы можете сделать для того, чтобы появился собственник и завод заработал? Сегодня все работает, все бурлит. Значит, мы посмотрели объективные данные. Они выходят на серьезные показатели выполнения планов. Идет модернизация. Зарплата выплачивается два раза в месяц. Авансы зарплаты как положено. Сегодня они мне доложили, что людям было выплачено 40% так называемой 13-й зарплаты. Налоговая доложила, что безукоризненно выплачивают все налоги. За 2018 год они выплатили 1 миллиард 860 миллионов. По планам на 2019 год 2,5 миллиарда. И самое главное, самое главное, есть планы, значит, так называемое планового развития, перехода или добавления альтернативного сырья. То есть завод будет ставить современные какие-то там печи дуговые на газе, экологически чистые, которые будут перерабатывать руду и получать чистый чугун. Мы, вне всякого сомнения, сегодня и правительство Кабаровского края, и органы федеральной власти рассматриваем Амурсталь как устойчивое производство, которое должно развиваться, увеличивать производительность труда, увеличивать производство товара и становиться, или оно уже стало одной из точек роста города Комсомольска-на-Амуре. Город Комсомольск-на-Амуре, я повторюсь, это трудолюбивый промышленный город. И, в принципе, на сегодняшний день так сложилось, что предприятий, которые остались в Амурстальске и являются, ну, действительно, точками притяжения не так уж и много. Ну, это авиационный, судостроительный, металлургический и, наверное, нефтеперерабатывающий. Не хочу никого обижать, но это, наверное, на сегодняшний день осталось четыре крупных предприятия. Ну, не считая железную дорогу, понятно. Вот. И нам, перед нами сегодня стоит задача никоим образом не допустить снижения производства. Никоим образом. Нам нужно сегодня эти предприятия развивать, чтобы эти предприятия увеличили производительность, чтобы были гарантированные рабочие места, чтобы мы под эти предприятия могли планировать обучение наших ребят в колледжах, в техникумах и в институтах, чтобы налоговая четко знала и понимала, какие там доходы, налоги мы получим в бюджет, чтобы могли истратить на образование, здравоохранение и все остальное. Это супер, важная задача. И когда там идут разговоры, там, завод губернатора, завод не губернатора, никакого отношения уже давно к этому заводу не имеют. Если посмотрите, этим заводом давным-давно владеют другие собственники. Вот. Но любое предприятие, которое продуцирует рабочие места, которое продуцирует нам улучшение жизни, конечно, будут поддерживаться правительством, вне всякого сомнения. Но и надо отдать должное заводу, он на сегодняшний день не имеет ни одной льготы. Я им задал вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько вы заплатили налогов за 2018 год в бюджет Хабаровского края? Они говорят, 351 миллион. Сколько в 2019 году заплатить? Они говорят, минимум 450 миллионов. И я сразу, у меня в голове возник пример. Мы разбирали одно крупное золото добавочное предприятие. И они мне прямо с такой гордостью сказали, вы знаете, вы нам должны помочь. Я говорю, сколько вы заплатили налогов в бюджет Хабаровского края? Они говорят, 400 миллионов. Я говорю, много. А сколько вы получили льгот с бюджета Хабаровского края? Миллиард триста. И тогда я задал вопрос. Назовите мне хоть одну причину, почему я должен. Вот как губернатор вам помогает. Вы супер рентабельное, супер богатое предприятие с десятками, если не сотнями, миллиардов оборотов и просите помощи от кого? Забрать от больниц, школ, инфраструктуры и дать вам? Ну, я думаю, ему стало стыдно. Он сел и успокоился. Так вот, Амурсталь не имеет ни одной из годов. Ни одной из годов. Работает на общих основаниях. И молодцы. И все предприятия в Комсомольске будут развиваться и будут работать. И нужно сделать все, чтобы не было никаких сокращений на наших предприятиях, а только рост. И к этому нужно стремиться. У нас в городе есть одно предприятие, над которым в информационном, по крайней мере, пространстве сгущаются тучи. Это авиастроительный завод, Суперджет. Проблема известная. Вам что-нибудь? Я сразу вам хочу сказать три хороших новости. Нет, две я не скажу пока. Но две скажу. Значит, сегодня в городе Комсомольске на Амуре присутствуют новые руководители Объединенной Аэстроительной Корпорации с представителями Высшего Мельничного Ростеха, они как раз присутствуют на аэстроительном заводе. Президент Российской Федерации дал поручение сформировать, ну вы, наверное, знаете, да, большое количество наших полков новейшими самолетами Су-57. Ну, ни для кого не секрет, что эти самолеты производятся как раз на нашем заводе. Так что я уверен, что заказы будут увеличены, соответственно, производительность будет тоже увеличена. Что касается гражданских самолетов, здесь действительно проблема. Но, по моей информации, никто не собирается прекращать производство субстрижетов. Да, там сегодня идет модернизация, там укорачивают этот самолет, приводят более лучшие характеристики. Но, я полагаю так, что самолеты будут строиться. Ну, плюс увеличение производства военных самолетов даст очень хороший и мощный толчок развитию завода, ну и как следствие развития большей части кластера завода. Так что я думаю, что в скором времени мы, я не думаю, я уверен, что в скором времени мы услышим с вами еще кое-какие позитивные новости, касающиеся комсомольской развития промышленности. То есть перспективы у нас есть. И тогда уж напоследок, как я понимаю, судя по времени, раз уж вы у нас в этом часе и вообще сегодня согласились, я думаю, не против поработать с городоначальником города юности, блин, исполняющим обязанности хотя бы. Ну, почему выдать? Да. Ну да. Трамвай, скажите, трамвай все или нет? Нет, не все. Сегодня мы по трамваям разговаривали. Я не снимал задачи сохранить трамвайное депо. Значит, что я предлагаю? Ускорить программу запуска автобусов на газо-моторном топливе в Комсомольске. Сегодня в Комсомольске выделено две площадки под строительство газозаправочных или станций газо-моторного топлива. Вот сегодня мы прорабатывали этот вопрос и приняли решение ускорить их строительство. Как только город Комсомольск справится со своей задачей и построит заправочные станции, тут же, я гарантирую, край, краевое правительство поможет городу Комсомольску в приобретении автобусов на газо-моторном топливе. Тогда мы получим решение сразу двух проблем. Первое. Мы сократим расходы на содержание и на обслуживание перевозок, а высвободившиеся деньги, плюс сейчас мы в бюджете Хабаровского караэросмажного дополнительно Комсомольского, мы пустим на развитие трамвая. Объективно, вот прям полностью все-все-все-все-все, да, уже невозможно сохранить, потому что пути разобраны. Но то, что осталось, нужно сохранить. Нужно сохранить. И даже, знаете, может быть даже не с той, прям вот совсем с точки зрения, что это будет там суперприбыльная, супервыберная. Я все равно как бы сторонник того, люди привыкли, людям это нравится. И я буду рад, если мы там за год, за полтора отремонтируем оставшиеся пути, купим несколько новых трамвая, ну действительно новых, хороших, таких как сегодня в Хабаровске есть, и запустим. Пусть это будет там две, там три линии, да, но все-таки я считаю, что это нужно оставить в городе. Даже как, ну не знаю, может быть как надежду на развитие или как какой-то там визитная карточка, еще что-то. Ну, здесь дороги, ширина дорог, само расположение города позволяет это сделать. Ну, загубить можно все. Поэтому я категорически против полного уничтожения и дал сегодня еще одно поручение, что вы сели, просчитали вот до копейки, сколько нужно сейчас денег для того, чтобы на этом этапе сохранить. Увеличим доходную часть, естественно, закинем в том числе и на трамвай, и все-таки, наверное, увидим с вами, ну, три, так, четыре новых, современных, чистых, комфортных, комфортабельных трамвайтов. Ну, я во всяком случае очень сильно на это рассчитываю и настраиваю всех именно так решить проблему. Правда, не всегда слушаю губернатора, но на этот раз, я думаю, послушаю. Ну что ж, он приходит нам, чтобы давать надежду, прям как настоящий Старк из «Игры престолов», посмотрите обязательно, последняя серия в понедельник, успейте поймать тренд. То есть, вы сразу меня настроили, кто главный. Вы сказали, он дает надежду, как Старк, да? То есть, за них надо болеть. Это был спойлер, не мог без него обойтись. Понял. Так что, примите к сведению. Был у нас сегодня в гостях здесь, на радио 2, губернатор Ханарского края Сергей Фургал. Завтра он отправится дальше смотреть, кого-то ругать и, может быть, с каких-то назначениями. Да нет, самое главное, вот не стоит задача у Фургала кого-то ругать. У Фургала стоит задача посмотреть и правильно принять решение для того, чтобы изменить ситуацию. Вот почему-то все воспринимают, что приезжает злой Фургал, поругаться, кого-то уволить, наказать. Да нет, я хочу посмотреть, что происходит для того, чтобы правильно принять решение. В том числе и послушать людей. Очень много можно чего в таком длинном-длинном разговоре и жалобы крупные не услышать и понять, что происходит в данном районе и куда нужно, на какую педаль нажать, чтобы начались изменения. Ну что ж, посмотрим, на какие педали он будет и где нажимать уже завтра. Меня зовут Денис Ковалев, этот час я провел для вас на радио 2. Спасибо большое и губернатору, и всем коллегам, журналистам за разговоры. Посмотреть видео эфира можно будет в Ютюбе, на нашем канале радио 2. И, в принципе, продолжайте дальше оставаться с радиостанцией, слушайте отличную музыку. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok